Больше 20 лет в квартире под текущей крышей живет 75-летняя Евгения Васильевна. Ее окна в доме номер 18 по 10 проезду выходят на северную сторону. Стена постоянно сырая, в квартире плесень и влажность. Каждую смену сезона женщина расставляет тазы и ждет, откуда потечет. Вода для нее самая страшная стихия. Во время таяния снега или в период дождей льет в каждой комнате в 5-7 местах. Ледок там был, где-то некуда сходить, а крыша вся худая. И она естественно течет на стену, а со стены на чердак затекает. Что как плита бетонная лежит на стыках-то, она просачивает. Вода есть вода. Соседка Евгения Васильевна из смежной квартиры тоже страдает от подтоплений с крыши. Она регулярно пишет в управляющую компанию, жилинспекцию, департамент ЖКХ. Ответы получает. Правда, действий коммунальщики не предпринимают. А вот зимой-то трес такой был. Мы думали сейчас все и выходили с мужем на улицу, боялись. Думаю, сейчас стены-то повалятся, нас привалят, это прибьет тут. Вот. И ходили, и писали. А толку-то? Вот недавно, в феврале, мастеру-то я написала заявление. Приду, 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 приду. Так он и не был. Обе женщины жалуются еще и на плохие трубы. Неоднократно бывало, что прорывало отопительную систему. Из потолка текла тепленькая коричневого цвета вода. Следы на потолке – прямое тому доказательство. На чердаке, значит, отопительная система. Лежат лежаки и трубы с отопительной горячей водой, прямо кипятком. Она под давлением. Все трубы гнилые. Меняются трубы только отрезками. Вот прямо кусочек, если там хомут был, это вырежут. Труба остается такая. Теперь надо мной уже семь хомутов. Это вода горячая, под давлением, под большим. И если она потечет, то до самого первого этажа я всех пролюю. Покрытие крыши на чердаке в дырочку. Трубы тоже надежными не выглядят. Бабушки сами лазают на крышу. Из подручных материалов чинят укрепления. А мы заматывали для того, чтобы тепло не выходило на улицу. И чтобы не было наледи. Потому что трубы-то все оголенные. Мы уж не знали, что делать. Мы с ним зимой вот залезли и это замотали. Чтобы поменьше сосулей было этих. В том, что крыши в плохом состоянии, не сомневаются и коммунальщики. Капремонт запланирован на 2019 год. Пару зим и жизнь наладится. Но Евгения Васильевна не уверена, что сможет дождаться счастливой, беспроблемной поры. Да я уж умру. Не дождусь. Мне 75. А я уже 20 лет живу вот в такой подтапливаемой. Каждый год в квартире. Каждый год. Верхний этаж, крыша каждый год течет. В домоуправлении ЖУ номер 6 ни руководителя, ни главного инженера мы не застали. По телефону нам обещали все проблемы пенсионерок и их соседей устранить в ближайшее время. Видимо, из уважения к СМИ. Мы специально в декабре вместе проводили собрание жителей данного дома. Выбирали вид работ текущего ремонта, именно ремонт кровли. Вот мы латаем сейчас эту кровлю, именно латаем, потому что мы перекладываем нижние листы металла, нижние листы шифера, ну и герметизируем семенки трещин. На следующий год, если не ошибаюсь, уже капитальный ремонт кровли. 19-й. 19-й. Ну, два года они проживут, потому что у меня порядка 8 метров металла, у меня порядка 10 метров шифера. Герои нашего репортажа подтвердили, сотрудники управляющей организации выходили на место, привезли материалы и начали ремонтные работы. За их качеством пристально будут следить самые заинтересованные люди. Жильцы квартир пятого этажа. Вместе с ними и наши корреспонденты. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.